Чёрный рынок Но действительно, банки и без расизма неплохо людей угнетают Бьёнса платила дополнительный час работы метрополитена, чтобы фанаты добрались до дома после её концерта Если бы концерт был в Москве, денег бы у неё хватило только на Арбатско-Покровскую линию В южных городах России предложили ввести сиесту Люди уже начали закупать мантильи, пиньеты и варить гаспачо У шампанского изменится вкус из-за глобального потепления Поэтому мой вам, ребята, совет Покупайте шампанское дешевле 200 рублей Потому что глобальное потепление никак не влияет на неорганические и химические связи Всем здрасте, ребят! Меня зовут Сава, привет! Это шоу Изи Здесь звучат только позитивные новости Поехали! Друзья, у этой девушки столько поклонников, что когда я выхожу после съёмок, я представляю, что это мои поклонники Давайте встретим мою соведущую, Катя Гончаренко Привет! Привет! Очень рада тебя видеть! Взаимно! И вас тоже Сколько искренности в этих словах! Да ну правда! Сразу к новостям, Катя! Давай! Сразу к новостям! Банки, экономика, деньги, финансы, фьючерсы, налоги, всё, что ты любишь! Итак, банки в Англии... Кроме налогов! Налоги не люблю! Ну, что теперь поделать? Банки в Англии захотели отказаться от термина «чёрный рынок» А что не так? Расизм, говорят! Там вообще много различных нововведений лингвистических Банки — это расизм? Банки — это расизм, да А, чёрный, чёрный расизм Ну ладно Разобрались В Англии сказали, чёрный рынок должен быть только один, Дорогомиловский Итак Сейчас люди из регионов тебя не поняли Ну, слушай, не для всех шоу Торговая ассоциация Британии предложила убрать этот термин И называть не чёрный рынок, а незаконный рынок Подожди Именно термин или вообще, в принципе, слово? Чёрный Просто, ну, они решили не разбираться с самой проблемой чёрного рынка, извините, незаконного А просто погонять термины Это гораздо важней Интересно, а в Британии есть песня «Жил да был чёрный кот»? Не чёрный, незаконный кот Незаконный кот, кот-бастард В космосе теперь там незаконная дыра И один из самых популярных актёров Англии Александр Панкратов незаконный Подожди, а этот незаконный ворон, что ж ты вьёшься? Что ж ты вьёшься, конечно А нефть – это незаконное золото Что, по сути, правда Итак, на самом деле они хотят избавиться не только от термина «чёрный рынок» Они хотят отказаться от слов «мужской», «женский», «леди и джентльмены» Не осталось в Англии «леди и джентльмены» Ну, потому что это, извините меня, какая-то гендерная история получается Потому что не мужской и женский, а общечеловеческий Как тосты в Анапе Общечеловеческие Не за мужчин, не за женщин Как у них будет называться программа «мужская-женская»? Не будет гендерная, трансгендерная, Кать Нелегальный мигрант Тоже им не нравится выражение Нелегального мигранта хотят заменить на людей с небезопасным иммигрантским статусом Которых сейчас довольно много в Беларуси А они не хотят заменить нелегальных мигрантов на легальных мигрантов? Ну, Кать, зачем такие сложности, когда можно просто перекроить язык? Гораздо проще переучить английский Там останется слов «семь» скоро, и все Дети Тоже так себе слово Потому что, ну, это унижение по возрастному признаку Серьезно? Да, да, серьезно Юные лондонцы Предлагаю так называть Даже если ты живешь не в Лондоне Все равно тебя будут называть юный лондонец, видимо Да, это же ужас Ну, вообще ужас, да, мы же не называем убийц людей с небезопасным хобби, понимаешь? Оскорбительное слово Просто у меня такое хобби Не очень безопасное для остальных людей Но некоторые люди в Англии еще сохранили крупицы разума И говорят, может быть, мы займемся какими-нибудь более серьезными проблемами Может быть, на экономику Британии внимание обратим? Мы не будем больше называть это экономика, будем называть это движение денежных масс Пусть они запретят кредиты Пусть они запретят высокие проценты Пусть запретят комиссии Кать, перестань давать здравые идеи людям Зачем? Не надо, нет, все Вот просто слова поменяли и все, да Леди и джентльмены меняются на люди или жители Лондона Да что за бред? Да правда, я тебе говорю Даже если ты не в Лондоне живешь, все нормально Они прямо вместе с обращением будут выдавать тебе прописку Не хотим вас обидеть, поэтому вы теперь жители Лондона Мне не нравится Детской комнаты тоже больше не будет Будет юно-лондонская, понимаешь? Юно-лондонская комната, в которой я решил положить незаконную плитку на пол Какую? Ну, черную, просто я не буду больше так никогда выражаться Как там у мигрантов? Вот эти люди с небезопасным эмигрантским статусом придут и положат мне Я не могу даже сформулировать это Вот, Кать, видишь, ты уже путаешься, а надо учить Потому что пришел в музей, посмотрел на незаконный квадрат Малевича Вообще слово черный убираем Незаконный континент Представляешь, как вместо черного континента лучше же звучит Сейчас заволновались люди, которые живут в стране под названием Нигер Вот, да, только что хотела сказать Вообще проблема Им нужно чуть-чуть поработать с названием Но если ты ее поменяешь на незаконная страна, я думаю, будет еще хуже На самом деле Леди и джентльмены, все, нет, нелегальный эмигрант Есть у нас хороший вариант, как называть нелегальных эмигрантов На хлебнике, забирайте хорошее русское слово на самом деле Но вообще они отказались от термина черный рынок, потому что это расизм А я бы предложил отказаться от ипотечного кредитования Потому что это садизм Это рабство Я тоже для тебя кое-что принесла Это новости шоу-бизнеса Вот их, это западного и нашу Ихни, правильно говоришь Ихнего? Ихнего, давай Бьонсе, ты знаешь, что был концерт Бьонсе в Вашингтоне? Конечно, гремело, ты что, вся страна, все следили Ну ладно С ума сойти Так вот, после концерта Бьонсе оплатила дополнительный час работы метрополитена Чтобы фанаты добрались домой Это так мило Вот человек, понимаешь Вон, Жуков дал концерт в Лужниках 75 тысяч человек собрались Сами добирайтесь потом, как хотите Ну, у Бьонсе на самом деле, возможно, было чуть больше Потому что арена вмещает 91 тысячу 780 человек О-о-о Вот, поэтому Молшебные цифры огромные Да, концерт задержали на 2 часа из-за непогоды Дождик понакрапывал А у нее какая-то открытая площадка, где-то в парке выступала Да, в парке А нельзя было собраться где-то в помещении, знаешь, чтобы дождь не мешал концерту Пикничок Но звезда решила не бросать своих слушателей в беде Прям в беде Прям, ну, беда Не успел на метро, понимаешь? И не тратить их деньги на такси А, типа, чтоб не тратились Она заплатила И такой Яндекс Вашингтон все такие Блин, такие бабки слетели сейчас Мог бы сейчас довести на комфорт-плюс Она заплатила 100 тысяч долларов Это очень много Спасибо Это очень-очень много Это причем с каждым часом все больше становится Да, возможно Короче, плюс-минус 10 миллионов, да, получается? Ну, плюс-минус 10 миллионов Хотя на момент, когда мы выйдем в эфир Так Да Она заплатила 100 тысяч долларов Для того, чтобы все 98 станций Вашингтонского метро А у нас-то больше У нас-то побольше, конечно Она бы, конечно, у нас разорилась вообще Это 258 станций Это еще МЦД, МЦК Да Извини, все диаметры, которые А там, между прочим, ты пока в метро зашел Там еще достроил, Собянин, три станции Еще пару станций открыли, конечно Там вообще очень бы Это еще А потом автобусы, маршрутки, электрички Ну, 333 станции Самокаты Да, самокаты оплати Моноколеса раздай Кому-то коршерин Реально проще было бы вернуть все деньги за билет И сказать, я вообще завязываю с этой концертной деятельностью Че-то вообще я в минус работаю, по-моему Это прикинь, сколько она вот так стройкой стояла Пып Пып Вашингтон Так, 6 тысяч человек прошло Еще 81, и я дома А время уже 5 утра Да, и в общем, она за 100 тысяч продлила на час Продлевать будете? Ну, на самом деле, я считаю, классное решение Выступала бы Долина, все было бы гораздо проще Вообще бы дождя не было Потому что Точно Все же можно уладить с помощью зонта А у Бьонс таких китов нет Кстати, если Бьонс будет баллотироваться в мэра Вашингтона За нее все проголосуют Конечно Ну, потому что мэр не может продлить метро на час А Бьонс Пожалуйста Есть еще какие-нибудь новости, что у Бьонс? Все Слава Богу Смотрите, мой новый шоу АПЛОДИСМЕНТЫ Гусиный фестиваль, который плавно перешел в фестиваль барбекю и шашлыков Столько подушек в Новгороде еще не видели Мальчик из Боливии хотел стать человеком-пауком Поэтому дал пауку черная вдова себя укусить Ну, там в больнице еще три пацана лежало Один пытался поймать молот У второго не открылись самодельные крылья А третий воткнул в грудь лампочку Короче, фантастическая четверка идиотов собралась вместе Ребят, вот такие шутки на эти новости мы с Екатериной придумали для вас В закрепленном комментарии под этим выпуском мы оставим одну из новостей Вы напишите собственную версию шутки И она обязательно прозвучит в одной из следующих программ А вот шутка из программы предыдущей от насталфилма Авиакомпания 12 часов перелета кормила пассажиров курицей из KFC Ну, а если у вас был промокод, то они могли бесплатно подкинуть вас до Парижа Спасибо за ваше творчество Всегда и все читаем Пару новостей из волшебного мира чиновников Губернатор... Подожди, подожди, это получается чиновники чиновности? Невости Чиновники чиновности услышать не хотите ли? Губернатор уволил дорожников, которые перевыполнили план на 2300% Зачем он это сделал? Ну, такие эффективные люди не должны работать в городе Слишком хорошо работает Глава Приморья решил проверить, как идет ремонт дорог, но остался очень недоволен, потому что самих дорог особо и не было Он вызвал на ковер начальника автодора, только говорит, извините, какие вообще претензии, мы план перевыполнили в 23 раза на 2300%, а по факту на дорогах вообще нет асфальта Подожди, они то есть нарисовали на плане, построили эти, из конструктора дороги? Не, Кать, ты усложняешь, он просто пришел и сказал об этом Потому что если что-то рисовать, так проще сами дороги сделать Нет, он пришел и говорит, что ты на меня наговариваешь? Я на тысячу, нет, на две-триста процентов привыкла Да-да, ну как в детстве, да у меня родители секстиляр до неба денег получают У меня дядька из Польши привез 6000 джинсов У меня папа Тор Да, скатертью им дорога, сказал губернатор, кстати, дорога как скатерть и выглядела, мятая и в дырках Вот, ну, короче, уволил, потому что очевидное вранье Нет, ну тогда он все правильно сделал Вот тогда он, конечно, все правильно сделал, но, видишь, у чиновников имидж плохой Ну да Мы постоянно рассказываем какие-то новости, где говорим, там что-то сломалось, тут что-то не доделали Над имиджем, над имиджем чиновников надо работать, чтобы чиновники вызывали исключительно положительные эмоции Вот что сейчас в тренде? Сейчас в тренде Барби, да? Барби, да Все говорят про Барби, поэтому нам нужны Вообще вот этот розовый цвет уже вот тут вот Да-да-да, поэтому ты сегодня так одета Поэтому нужны какие-то такие чиновничьи тоже куклы, понимаешь, чтобы чиновник вызывал приятные эмоции у детей Покупаешь такую Барби из ЗАГС собрания и все, и играешь Теперь Барби еще больше бесит Чиновники, понимаешь, они в тренде должны быть, они должны следить за тем, что в трендах происходит Вот есть BTS группа, да, у которой миллиарды поклонников Ну почему бы из чиновников не собрать такой же коллектив? Посмотри, как будет Посмотри, какая крутая получилась бы группа Почему они все с усами? Клава, да теперь они больше похожи на уральских пельменей, но Ничего страшного А вот вместо отдыха на Мальдивах, они должны постить о своем отдыхе после лета вот такие фотки Понимаешь, ну все, ну какие Мальдивы? Есть один чиновник международного уровня, который любит такие фотографии, кстати, выкладывая Да, ну красиво, понимаешь, и подпись Сегодня выкопал 30 гектар картошки Блин, скорее бы на работу, понимаешь? И все, и тогда они сразу станут ближе к людям и станут им гораздо приятнее Слушай, ну на самом деле мы сколько здесь говорили про чиновников, про чиновниц теперь я хочу тебе рассказать Давай, давай, что про чиновниц? Это одна чиновница, 27-летняя Екатерина Смирнова Так Она прославилась из-за видео, где она пьет лучший раф в розовом кабинете и считает ремонт дорог Давай посмотрим это видео Давай, давай, что там? Давай, я прочитаю, что написано Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф Ну, я бы проголосовал Она причем же в этом видео еще написала, что она пьет лучший раф, который сделала дома Который приготовлен у меня дома, да А почему у нее стаканчик из кафе? А я не знаю У нее прям дома кафе? Я не знаю, ну может она просто купила стаканчики и себе домой принесла? С одним стаканчиком ходит, заботится об экологии, все правильно Ну это очень странно на самом деле, когда чиновник, вроде серьезный человек Ну а что она считает? Чего-ли взрослая какая, 27 лет, а уже на такой должности Знаешь, какая пробивная? Когда машина есть, а прав нет, написала чиновница в соцсетях А ну ее как-то наказали за это? Да, ее наказали Народная критика дошла аж до мэра Пытьяха На самый верх До самого мэра Пытьяха, который в соседнем кабинете сидел Снимал селфи с Ристретто Говорит, смотри, что из Москвы привезли Да, и он отправил девушку на комиссию На галеры, я думал, ты скажешь Такое наказание в Пытьяхе На комиссию по этике Они решили, что достаточно просто сделать Екатерине Смирновой выговор и лишить премии Они так Порицаем Ну и месяц без соцсетей И никаких фильтров в течение полугода Вот все Сау, а вот что ты на нее наговариваешь? А что, к чему нельзя? Ну, на самом деле, наша разведывательная служба шоу «Известь» Она у нас есть А я о ней узнал только сейчас Хорошо ребята работают Тоже накопала на тебя кое-какой компромат Да это что? Внимание на экран Прокомментируй, пожалуйста Я буду все отрицать Я буду все отрицать Это монтаж, это фейки, ребята Не ведитесь на это Там все фильтры, да? Абсолютно Это нейросети Вот хорошо, что ты прям за меня все это говоришь Вдвоем на комиссию по этике шоу «Известь» и отправимся Мальчики, девочки На сегодня это все, что мы хотели с Екатериной рассказать вам в шоу «Известь» Буквально через пару дней мы вернемся к вам с очередной порцией хороших новостей Катя Гончаренко И Катя Старченко Все, пока Субтитры подогнал «Симон»